Здравствуйте. У меня сегодня будет немного севший голос, какой есть. Пожалуйста, все собравшиеся, отпишитесь в комментариях, хорошо ли меня слышно и хорошо ли меня видно. Пару минут у нас будет организационных, чтобы все опаздывающие дошли до вебинара и подключились. Пару минут у нас будет. Техподдержка. Посмотрите, причина. И изображение тоже нет. Не у всех. Ага, звук изображения появилось. Появилось. Убилась вроде у всех пока. У всех собравшихся вроде все нормально. Но в любом случае я начну пока с презентации себя. Меня зовут Владимир Сгурский. Я занимаюсь маршафтным дизайном. Уже больше 10 лет состою в ландшафтной ассоциации «Беларусь». Мы работаем как на частных объектах, так и на городских. Сегодняшняя наша тема – это растения с шаровидной формой кроны и их использование в ландшафтном дизайне. Так, вопрос по прошлому вебинару не совсем понятен. Ну ладно. Вопросы задавайте в чате. Если будет большое количество вопросов, мы потом в конце уделим какое-то время на ответы. Ну или на некоторые. Я буду отвечать по ходу вебинара, если ответ будет достаточно коротким. Итак. Шаровидные растения достаточно популярны. Они позволяют добиваться различных интересных эффектов визуальных в состоянии. И основная, ну такая одна из основных особенностей – это в том, что шаровидная форма кроны, ну и вообще любая, не менее правильная форма кроны – это круглогодичная декоративность, что особенно актуально для наших широт. Теплого времени у нас не так много. Вот около полугода, можно сказать. А остальные полгода ярких крансков нет. Поэтому вся декоративность у нас происходит за счет форм, а не за счет цвета. Ну, по большей части. И особенно это видно сейчас, зимой. Ну, у нас сейчас и снега, в общем-то, нету. К сожалению или к счастью. Но форма кроны, форма самого куста или кроны дерева, она позволяет добиться интересных эффектов и поддерживает, ну, хоть какую-то декоративность в саду. Вот, поэтому этим растениям мы делимся поднявремя. Итак, краткий план вебинара. Первое – это использование шаровидных форм в грандшафтном дизайне. Некоторые приемы, особенности. Дальше мы рассмотрим основные способы получения шаровидных форм. Но это более и больше такая общая информация образовательная. Я не думаю, что многие будут заниматься прививкой хвойных. Вот почему этим заниматься самостоятельно сложно. Потом тоже немного поясню. Дальше мы рассмотрим наиболее популярные виды и сорта растений, у которых шаровидная форма кроны или естественная биологическая особенность, или ее достаточно просто добиться. Немного остановимся о особенностях ухода за шаровидными растениями. Рассмотрим вариант зимнего декора. Итак, по использованию, собственно, в ландшафтном дизайне. Первое, самое такое простое, это композиция кругового или одностороннего обзора в регулярных садах. Шар – это такая универсальная форма, в отличие от прямоугольников, конусов. Она в большинстве композиций достаточно уместна. И позволяет добиваться декоративности для композиции с любым видом обзора. Шар – он со всех сторон выглядит как шар, если это более-менее равномерно подстриженная крона. Поэтому, особенно в регулярных садах, эта форма используется часто. Так, по поводу звука определились, какие-то проблемы еще есть. Так, мы пока немного прервемся. Прервемся на паузу по техническим моментам, буквально на полную минуту. Ну, я пока, наверное, все же продолжу. Следующее – это групповые посадки. Ну, групповые посадки, понятно, что они могут быть абсолютно разные, из разных растений, но из растений с шаровидной кроной они выглядят достаточно интересно, необычно и эффектно, потому что шары можно делать разных размеров, можно использовать растения с различными оттенками листвы. И таким образом мы имеем необычную композицию, которая… ну, сразу понятно, что эта композиция искусственная, потому что в природе шаровидные формы встречаются не так часто, и даже если они не встречаются, они не настолько ровно подстрижены. Поэтому для каких-то садов в стиле хай-тек современных, для регулярных садов, он групповая посадка с использованием большого количества шаровидных форм – это достаточно интересный, распространенный прием. Далее. Создание ритма в пейзажных композициях. Ну вот здесь, в этом случае, форма шара наиболее, наверное, актуальна, потому что, с одной стороны, это правильная форма, которая свойственна регулярным посадкам, с другой стороны, это все же форма, которая встречается в природе, и таким образом шаровидные деревья и кустарники, они, можно сказать, служат как бы таким переходным элементом. Мозу подключиться. Хорошо. И поэтому, если у нас есть композиция в пейзажном стиле, какая-то такая природная, неправильная, не очень оформленная, иногда в нее хочется добавить какого-то порядка, но при этом не разрушив ее природность, так сказать, неоформленность. В таком случае шаровидная форма – это будет оптимальное решение. При этом можно использовать, мы подробнее заострим, внимательно похоже, можно использовать как растения на уровне, близко к уровню земли, как вот на этой фотографии, где много различных цветных шариков, так и растения на штамме, то есть на высокой точке прививки. Вот. Таким образом у нас получается ритмическая, достаточно ритмическая посадка. Ритм тут может быть разный, может быть такой вот, достаточно четко выраженный, как на левой фотографии, или немножко замаскированный, как на правой. Далее. Одно из тоже таких современных веяний – это использование шаровидных форм компактных в городском озеленении и малых садах. Наверное, для городского озеленения это даже более актуально, потому что есть такая проблема, и сейчас эта проблема по-разному пытаются ее решать, и в Минске, и в других городах. Это разрастание деревьев, у которых достаточно широкая крона. Оно, конечно, может быть красивым, но эти деревья могут быть опасными, потому что задевают провода, задевают здания, здания при ураганах могут повреждать дома, машины, ну, в общем-то, все мы об этом знаем. Поэтому для города один из таких вариантов решения вот этой проблемы – это растения с компактной кроной. Понятно, что совсем маленькими эти кроны не получатся, но где-то в диаметре 3-4 метра таких форм хватает. Опять же, подробнее мы их рассмотрим попозже. Ну, вот здесь мы видим катальпу, насколько я вижу по фотографии, и клёны. Тут достаточно распространенная катальпа у нас менее распространена, потому что теплолюбивая клёны больно. И клёны, я думаю, все вы в городских посадках видели. Это не стриженная крона, ну, то есть она, возможно, стрижена немного, но это форма для этого. Клёны естественные. И в малых частных садах это также может быть актуально, особенно если у нас какой-то вариант таунхаусов, где буквально там полсотки земли, ну, или просто это маленький дачный участок, хочется посадить дерево, но он не такой, который закроет, будет давать тень на весь участок, будет ветвями, потом уже через там лет 5-10 пролезать в окно и так далее. Ну, то есть кому-то это нравится, кому-то нет. Вот, но такие вот компактные шарики тоже выход для современного малого сада. Далее. Визуальное расширение пространства. Ну, что тут можно сказать? Если мы высаживаем шаровидную форму, они визуально делают пространство больше. Ну, это такой психологический, оптический эффект. Еще больше можно выразить, точнее, усилить это свойство, если мы высаживаем где-то в дальних углах, на периферии, шаровидное растение со светлой окраской листвы, золотистой или светло-салатовой. Ну, вот на фотографии здесь примерно показано такой замкнутый небольшой участок и шаровидная форма по периметрам. Ну, или здесь, где композиция не очень широкая, но шарики делают ее визуально больше. Ну, также еще следует сказать, что деревья шаровидной формы крона это хорошее средство для притенения участка, причем такого локального притенения, когда нам не нужна обширная тень, а нужна тень в каком-то определенном месте, например, на детской площадке. Вот, то есть можно посадить одно-два дерева с одной стороны, с которой солнце больше всего светит, и там будет небольшой участок тени, что, в общем-то, на детских площадках необходимо. Вот. Далее. Следующий пункт. Это как, в общем, можно получить шаровидную форму первый и самый известный, наверное, способ, к которому многие прибегают, это, собственно, формирующая обрезка. Понятно, что не все растения одинаково хорошо ее переносят. Это ограничение. Это первое. Второе. Любая обрезка, особенно такая радикальная, это стресс растения, в более южных районах этот стресс переносится гораздо легче, чем в средней полосе. Поэтому в Англии мы видим фотографии замечательных таких вот сложных фигурок из саншитов, величиней. У нас можно тоже попробовать, но с большей вероятностью такие фигурки через несколько лет погибнут. Ну, если, конечно, не укрывать, не подкармливать, в общем, не производить достаточно интенсивного и сложного ухода за ними. Поэтому, что касается формирующей обрезки, есть правило, то есть, это правило такое универсальное, старайтесь придавать растению форму, которой у растения, скажем, так есть склонность к биологическим признакам. То есть, если у нас растут какие-то конусовидные или пирамидальные формы, то не следует стичь из них шарик или прямоугольник. Если у нас есть условно шаровидные, то, опять же, можно сделать более правильный шар или какой-то конус-цилиндр, чтобы минимально травмировать растение. Далее, прививка. Прививки есть разные и достаточно распространенный способ, это прививка в область корневой шейки, то есть, у основания. При таком способе получается растение с густым ветвлением, но часто получается не сфера, а полусфера. Полусфера, подушка, вот какая-то такая форма, потому что, по понятным причинам, растение может расти только в одну сторону, вверх и по бокам, вниз, но уже расти не может, потому что там поверхность земли. По поводу самостоятельных прививок, это можно, конечно, заняться ради интереса, но если мы рассмотрим хвойные растения, чаще всего это прививки делаются для хвойных, то такие растения растут достаточно медленно, ну, если я уже упоминал, когда-то на других семинарах, посвященных хвойным, этим обусловлена и высокая стоимость хвойных по сравнению с листьями, так сказать. Вот, следующая прививка на штамп. Ну, штамп это, по сути, высокий пень. Вот, величину штампа мы можем сами регулировать. вот, и от высоты штампа потом зависит размер этого растения, потому что основная высота это штамп, уже высота кроны вторичная. Ну, хотя, где-то как, зависит от растения. На этом снимке мы видим, что здесь крона уже наросла примерно на высоту штампа. Вот, вот это ель колючая, вот, на левом садовике это сосна принятая на штампе, на правом вижу лиственницы. чем примечательны штамповые формы, это тем, что они могут поднимать вот этот шарик над уровнем земли. То есть, мы можем таким образом делать интересную обычную композицию из шаровидных форм, но одни у нас будут на нижнем ярусе, а вот такие растения будут создавать у нас уже второй ярус, но третий ярус они тоже могут создавать, если это высокое дерево типа клёна, или каталька, или караганы как-нибудь, но тоже можно с этими формами по-разному играть в составлении композиции, и этим они и ценят. На штамп прививают абсолютно разные виды и сорта, и тоже штамповая форма позволяет создать действительно шар, потому что ветви могут расти, как вверх, так и вниз. Сейчас уже более конкретно установимся на представителях. Конечно, здесь будет только ограниченный перечень растений, но я выбрал те, которые наиболее популярны в садах, которые чаще встречаются в продаже. Опять же, еще раз упомяну о том, что постоянно появляются новые формы, чаще чаще всего это какие-то мутанты от уже существующих форм с незначительными отличиями. То есть где-то это более короткие веточки, более плотные, где-то немножко другой оттенок. Такие мутации регулярно возникают в питомниках, в процессе семенного выращивания или даже не семенного, просто какая-то ветка может иметь другие признаки. эту ветку отделяют, черенкуют или планируют сейчас. Так, еще по звуку проблемы какие-то. Ну, я продолжу, потому что у нас уже времени на все хватило. Вот, опять же, это пока такая общая информация, поэтому здесь я перечислю наиболее стабильное распространенное формы, которые себя хорошо зарекомендовали, которые высаживают на протяжении нескольких десятков лет и, так сказать, проверены на практике. Итак, первое это ель. Ну, вообще ели множество видов. Я не буду останавливаться, наверное, на видовых названиях и вообще обращаем большое внимание на систематику, потому что, наверное, не сильно интересно. На садовых центрах чаще всего на этом вообще никто не заборачивается. Есть сортовое звание и по ним в основном и ориентируются. Итак, чем отличается ель? Ну, во-первых, тем, что она хорошо растет в нашей зоне, не выгорает, ну, чаще всего не выгорает, не вымокает и не мерзнет, что самое главное. Хорошо переносит наши непонятные зимы с частыми оттепелями, поэтому достаточно неприхотливы. и плюс к тому у ели достаточно плотная крона. Наверное, одна из самых плотных. Из распространенных это еле обыкновенная Little Jam. Высота небольшая, около полуметра. Растет она медленно. То есть, вот эти формы мы можем использовать в статичных композициях, аккуратных, на альпийских горках, так называемых варкариях, на каких-то небольших клумнах. Ну, хоя в основном зеленая, иногда сизо-зеленая. И вот эта форма, она имеет такую почти шаровину. Форма имеет форму, некоторые тактологи. Далее. Ну, пик декоративности наступает весной, когда растают молодые ветви, более светлые. Ну, вообще, она декоративна почти круглый год. Может, если избыточное увлажнение, может повреждаться грибковыми загублениями, но изредка может повреждаться весенними заморозками. В основном достаточно устойчиво. я ее в своей практике использую, часто никаких проблем не возникает. Следующая это еле обыкновенная мини-деформис. Она имеет форму скорее не шарика, а подушки. И с возрастом эта подушка меньше нарастает в высоту и достаточно хорошо нарастает в ширину. метра до полутора надо ждать много лет. Тоже очень неприхотливая форма. По ней в прямом смысле можно бегать, прыгать, особенно, когда ее снегом присыпает, она хорошо зимует и достаточно устойчиво от повреждений, засоления почвы и так далее. Следующая ель колючая главка глобоза. Вот это всеми, может не всеми, но почти всеми любимая голубая ель. Одна из них. У нее крупно такая более рыхлая и шаровидная она будет только если ее сформируется. Так она скорее неправильная овальная. Но тем не менее, благодаря своей окраске это достаточно интересный декоративный сорт. Она достаточно популярна. Следующая это ель канадская Альберта Глоб. Еще одна популярная канадская ель это коника коническая форма. Тоже многим известная и уже давно выращиваемая. вот это можно сказать какой-то из ее клонов. Не знаю как там правильно. Крона очень плотная практически сплошная. Рост медленный. Она достаточно компактна и тоже имеет форму почти правильного шара. Что касается обрезки этих растений. В литературе говорится о том, что обрезку они переносят нормально. Честно, я их редко обрезаю. Обычно они растут сами по себе достаточно аккуратно. Я в практике своей обрезкой такой не занимался. Может, кто-то занимается, но не вижу большого смысла в идеальном шаре. Она сама по себе смотрится хорошо. Высоты она может достигать до 1 метра и не может долго ждать. Следующее это сосна. Обыкновенную сосну понятно, что все видели. Сейчас мы остановимся на таких более интересных формах. В основном шаровидная форма это форма сосны необыкновенная, сосны горной. Одна из самых популярных это форма гном. По названию понятно, что это что-то такое компактное, низкорослое. Крона такая округло-всплюснутая, может достигать диаметре полутора-двух метров, то есть растет она достаточно большая, но опять же не быстро. Ну и при обрезке этот рост еще можно сдерживать. Обрезку проводят весной, когда начинают выходить вот эти вот тоненькие молодые побеги. Потом обрезку проводить уже нельзя, иначе просто растение уничтожится. Следующая форма афир достаточно достаточно интересная. Она интересна тем, что у нее золотистая окраска ходит. Плюс еще в том, что в течение сезонов эта окраска меняется. То есть зимой она становится броватая, весной чуть светлеет. ну и осенью тоже она становится такая лимонная. Далее форма MOPS тоже достаточно популярна. Наверное, одна из самых таких компактных, маленьких, аккуратных. ну и в общем-то недешевых. Ну и еще один момент связанный с оснами. достаточно устойчивы к условиям города, к загазованности. Поэтому в городах, в городских парках их также выращивают. Следующий представитель это туя. В основном это туя западная, всем известная. Это очень пластичный вид. У нее есть известная многим перимедальная форма, такие шаровидные, различные там более широкие, овальные формы крона. У туи крона более рыхлая, чем у сосны и гели. Но туя имеет характерный плюс, в том, что она растет гораздо быстрее, чем та же гель или сосна и гораздо легче переносит стрижку. Из туи у нас можно выстригать различные фигурки зверюшек. Ну, зверюшек опять же с осторожностью у моей фигурки без проблем. Итак, первая это туя западная Таника. Она отличается также правильной формой и небольшими размерами, то есть около полуметра 60 сантиметров и компактно. Цвет у нее достаточно ровный, такой темно-зеленый и практически в любых композициях она унесла. Далее форма глобоза. Наверное, одна из самых распространенных, растет везде, в городе, в малых садах ее выращивают, строй ее высаживают. Она достаточно большая, может в диаметре достигать двух метров. В литературе пишут по-разному, там полутора. Тут уже как ее выращиваются обрезать, не обрезать. В целом достаточно широкая. При обрезке может быть правильной формы, но такая рыхла. То есть рядом с ней можно еще высаживать какие-то другие растения, чтобы немножко отвлекать внимание, если курунов не начнет разваливаться. Такое тоже может быть. Поэтому иногда ее лучше связывать, чтобы ее снегом не плющило и крому не разваливало. Иначе было такое, когда этот Хавьер проходил на некоторых участках шаровидной туре, они весной просто превратились в такие блины. Эти блины потом, конечно, мы собирали, связывали, и они со временем, за сезон они восстановили более-менее правильную форму крому, но первое время выглядело это все очень странно. Следующая форма, это почти близнец этой клобозы, это golden globe, но отличается она краской хвои. Она такая золотистая, интересная, к земле она коричевеет, и желательно высаживать ее на хорошо освещенных участках, чтобы эта золотистая окраска сохранялась. Если вы ее посадите в тень, она позеленеет, растена будет, в общем, даже без особых проблем, но окраску она потеряет. Далее, следующий представитель это сорт Teddy, достаточно интересный тем, что у него веточки отличаются от остальных форм, они похожи на такие иголочки, но мягкие, и кроном достаточно плотная, форма правильная, и сам этот сорт очень компактный и маленький, и он более прихотлив, чем остальные, может подкарать весной, ну, с ним или сажать его в защищенное место какое-то, в полутень, или укрывать, особенно первое время, после посадки, первые пару лет. но вообще то и неприхотливые относительно никаких специальных почв не надо, металл, вот, так, там проблемы со звуками, далее мы переходим к листопадным деревьям и кустарникам с шаровидной формой их поменьше чем у меня достаточно для составления композиций 1 но один из таких моих любимых растений барбарист бирга имеется достаточно много сортов отличающихся как формой роста это могут быть такие вертикальные вертикальные побеги могут быть стелющиеся мы такие вот компактные шаровидных не так много но так как барбарист легко переносит стрижку то из него можно получить шаровидную форму без особых проблем одна из распространенных форм это барбарист унберга богатель богатель admiration банан за год это все шаровидная форма ну или а тропурпуре а то же самое распространенное но они могут выше точнее не шаровидная они просто такие компактные шары из них придется выстригать этот барбарис в отличие от обыкновенного барбариса не является промежуточным заменом ржавчина грибов болезни растений вызываемых грибами поэтому его можно высаживать на участке каких проблем с ним не будет плюс он сам по себе не повреждается мучнистой ну я не наблюдал такого мере в целом за счет окраски в первую очередь он интересен для дизайна для создания какого-то яркого композиции далее каталька не видно вот такие красивые листики она может расти кустом у нас может расти деревом но часто мы ее видим тут просто сама крона показано где-то здесь еще ствол у нас она растет желательно не сажать потом там где нет сквозняков тем много солнца потому что это на тепло растение интересно достаточно красиво высоко где-то тут 3-4 метров следующая это его пульту его пультура форму надо вот она в основном имеет какую-то такую форму как на фотографии скорее больше овальную крона может достигать до двух метров окраска сизо-серебристая интересно поэтому опять же ее можно использовать как такой акцент или чтобы разбавить какую-то яркую композицию плюс том что можно процессе стрижки ну и вообще хорошо стрижку переносит получить шары разных размеров из нескольких растений растет он очень быстро дает прирост до 20-25 сантиметров в год хорошо растет на влажных почвах но застой воды не любит следующие следующий клён астралисты форму сорта обозу тоже вот он был уже на предыдущих снимках один из популярных растений для городского озеленения он у нас растет в парках скверах очень удобно тем то что крона компактная кроме сама по себе такая то есть нужно только незначительная корректировка чтобы она сохраняла шаровидную форму растение неприхотливое на следующих проблении лжиаканса форму кулифера это менее распространенное растение опять же растет в южных районах в украине чаще она встречается у нас но больше в малых ценах честно у нее красивое цветение кистями необычная форма самой листовой пластинки на следующее растение это спирея японская уже одно из моих любимых потому что сочетает в себе множество таких признаков первое это эстетичность сам по себе куст красивый плюс она еще и цветет весной летом в зависимости от вида она легко переносит стрижку мы в целом не прихотлива но не любит она замыкание конечно как и многие растения может расти на солнце в полу тени везде чувствую себя относительно хорошо и получено много фото компактных одна из самых известных это литл принцесс мама летят до 30 40 сантиметров в диаметре имеет достаточно правильно форму или овально цветет сиреневыми цветочками хотя может она вырастать если не стричь это полуметра может даже больше цветет в июне июле наверное ты любит декоративности есть еще форму типа golden princess gold mond в общем то они похожи но у них золотистая окраска листвы золотистая летом может становиться салатовая молодые приросты могут быть желтых до оранжевых красноватых зависимости от сорта далее сам шит вечно зеленые тоже популярное растение но не совсем простое наверное популярность мы приобрело благодаря журналам и поездкам в англии очень много но у нас к сожалению наверно одна из единственная форма которую можно сделать этот шарик и в этой форме растение будет комфортно что-то сложно выстригать из него не советую потому что в наших климатических условиях растению там хватает стрессов в виде заморозков оттепелей этому шар можно выстригать все остальное следующее сделал это особенность ухода за мошаровидными растениями но первое и простое понятно нужно сложно это формирующие санитарный обрезка санитарный обрезка при необходимости если какие-то ветви отмерли или сломались лучших отрезать чтобы это все не загрязняло кроме формирующая обрезка проводится чаще всего весной уже когда побеги отросли поздней весной ближе к лету скорее ну в общем-то на особенностях обрезки устанавливать сейчас не будем дальше это очистка крона но вот эту меру далеко не все сделают и не всегда понимают очистка кроны особенно хвойных от мусора и старых воли она необходима ну хотя бы раз в два года и чем старше растение тем более она необходима потому что особенно это видно муту и усосим если вы посмотрите туда вглубь кроны то будет очень много веточек старых которые отмерли отломались и где-то там в середине как гнездо уже образовали там действительно часто селятся птички и мышки но с одной стороны она хорошо здравоохранение растению от этого не очень хорошо поэтому старайтесь чистить кроны особенно вот растений с правильной формы вот вот наших ветвей что будет не хвой мусор мусор туда будет набиваться потому что хвоя крона плотно поэтому всякие там бумажки листья даже что там такое в каком-то количестве будет присутствовать лучше эту крону промывать протряхивать чтобы там все низко потому что весь этот мусор является субстратом для патогенных грибков может приводиться к каким-то гнилям болезни прочим неприятным последствиям далее что 7 что актуально особенно сейчас а осенью шаровидные туи то и в большей степени остальные может меньше степени желательно связывать шпагатом чтобы крона не разваливалась от снега вот очень точно такую же меру желательно делать для пирамидальных потому что у них видите под действием снега особенно мокрого снега могут или искривиться или совсем сломаться вот шарики же если снега много и он мокрый они просто сплющиваются разваливаются поэтому осенью или да вот как сейчас можно и зимой снега сейчас нет можно просто обвязать шпагатом так не сильно но чтобы крона под действием снега не разваливались некоторые укрывают еще с панбондом можно это делать можно не делать но с панбондом с большего укрывают чтобы растения весной ну или даже зимой как у нас такой странно зимой не подкарала на солнце вот если же вы растение не успели или не смогли каким-то причинам вязать она у вас под воздействием снега крона развалилась все равно подвижите это все весной и оставьте так на какое-то время чтобы как-то крона восстанавливалась побеги достаточно гибкие они со временем меняют уже свое положение и становится плотно как и раньше по уходу такие основные меры перечислили ну вот пример еще укрытие видно что растение связано здесь может связано пирамид келтези связано шпагатом и укрыты белым спамбордом черным не укрывайте потому что черный цвет нагревается нагрев данном случае абсолютно не нужен наоборот белый чтобы солнце отражалось но не забывайте ночью весной уже снимать что думаю восток настояло а дальше что касается еще уходом скорее не ухода просто совет растения с правильной форме кроны шаровидные в том числе должно получать равномерное освещение если освещение будет неравномерным то и ровная крона у вас не получится с одной стороны более освещенном а будет более пустая вытянуть другой менее будет какая-то асимметрия вот это касается не только шариков любых растений так далее но варианты зимнего декора вот здесь фотографиях у нас не очень много но все те же прием можно использовать для них так как у шаровидных растений достаточно плотная то можно размещать не гирлянды на их выдержит но только не очень тяжело различные какие-то декоративные элементы какие-то фигурки такие тоже деревянная на палочках есть такой вид украшений вот как мы здесь видим ну самый понятный нам вариант это украшение елки точно также в общем то вы можете украсить не только елку вы можете украсить также штамповую форму какую-то шаровидную вот сосны у них побеги позволяют что них повесить вот таким образом вы можете усилить декоративность с того интересных растений единственное не вешайте слишком много слишком тяжелые предметы и не забывайте их потом сниматься всю зиму лучше чтобы не висели потому что даже под какой-то небольшой тяжестью ветви могут искривляться и тоже очень хорошо в течение нескольких недель это все может висеть и сверкать потом лучше это убрать или перевесить на другое растение вариантов подсветки опять же много сейчас появляются диодная подсветка она более экономичная более безопасно и легкая поэтому можно использовать ее то есть ничего такого 220 на можно не подключать ну и также что можно сказать про подсветку в целом шаровидная форма сами по себе эффектны при стационарной подсветки то есть если у нас на учинске растут эти шарики их можно подсвечивать какими-то точечными источниками снизу то есть какие-то шарики таким образом будут освещены какие-то оставаться в такой полуцьме и у вас получится дневной эффект и ночной эффект что тоже немаловажно достаточно интересно это этот эффект будет сохраняться не только зимой круглый год но здесь задача правильно во первых сделать композицию из растений во вторых правильно расположить эту подсветку подобрать подсветки сейчас очень много но проблема тут больше нет потому что в плане выбора обычно консультанты проконсультирует если вы покажете там план или фотографию скажете что вы хотите подсветить какие-то растения вам берут и смонтируют систему освещения вот но у нас уже почти все я жду каких-то вопросов здесь какие-то вопросы будут и отзывов еще минут пять может кто-то кто позже пришел чего-то там не услышал недопонял спрашивается также вы можете оставлять свои пожелания на какие-то темы следующих вебинаров нам так будет гораздо проще может быть какая-то тема актуальна для многих тогда будем делать вебинары по интересующей теме и и Благодарю всех за внимание. Увидимся на следующих вебинарах. До свидания и с Новым годом всех. Всем красивых, интересных садов. В следующем году тема устройства дорожек. Тема устройства дорожек достаточно сложная, больше инженерная, но в целом можно подумать. Признаюсь честно, это не совсем моя специализация, это больше. Но если не затрагивать именно саму технологию, потому что про технологию написано много, а именно такие дизайнерские моменты, связанные с дорожками, которые, кстати, меньше пишут. То есть как сделать дорожку. У нас много бригад, плиточников, строителей, которые знают, как сделать правильную дорожку. Как спроектировать правильную дорожку. В этом проблема обычно больше бывает. Когда дорожки не обоснованные, непонятно зачем, не совсем правильно спроектированные. Но в целом, если наберется еще какое-то количество голосов по данной теме, то можно сделать вебинар по дорожкам. Хорошо, спасибо за обратную связь. До свидания. Продолжение следует...